Девушки отдыхают В роли лейтенанта Клосса Станислав Микульский В фильме снимались Ванда Качевска, Игорь Смейловский, Леон Немчик, Эмиль Каревич, Лех Орден, Мариано Паня, Ежевальчик, Тадеуш Калиновский, Мечислав Васьковский и другие Оператор Антони Войтович, Директор Мечислав Вендергер, Режиссер Януш Моргенштерн 1942 год. Райль. Предприятие по производству коробок передачи Пришли из гестапо Проси Входите Шарфюрер, подождите, пожалуйста, в секретариате Прошу Прошу Доктор Пульковский, садитесь, пожалуйста Кофе Ремку Шерри Значит, ремку Шерри и сигару Таких сигар вы давно не курили Прошу Эти из гестапо настоящие ослы Мы бы давно уже договорились друг с другом Чего вы от меня хотите? Я инженер Интересовался тем же самым, что и вы Я еще до войны слышал о ваших работах Речь идет прежде, я вам не помогу Ведь я все знаю В 38-м вы запатентовали проект реактивного двигателя А в 39-м Речь идет только о некоторых деталях этого проекта Я вам не помогу, подумайте Гестапо вас искал уже давно Ну А ваше здоровье? О моем здоровье Позаботились ваши друзья из гестапо Забудьте об этом Мы из другой глины Мы будем работать вместе Не думайте о политике А если я откажусь? Доктор Пульковский Ваша жена по-прежнему в гестапо Подумайте Я дам вам немного времени А пока что вы останетесь здесь На территории завода Справились на пять Чего тебе надо? Видишь ли Есть более важное дело Чем сегодняшняя диверсия на заводе Райля У них Пульковский Пульковский? Им занимается Райль Пульковский не пойдет на сотрудничество с ними Ты так думаешь? Это порядочный человек Недостаточно быть порядочным человеком Чтобы выдержать Центр приказал освободить Пульковского или Что или? Нельзя его оставлять у них в руках А кроме того он нужен там Понимаю Когда ты получишь первое донесение от Баси? Ну если ей удастся То в течение двух дней Это твои записи Но потом я их уничтожаю Во-первых мы не знаем Райля Но и у нас нет никакой информации О заводе, о территории Это как раз задание Баси Этого Казяка Аконя Да, Аконя Он хороший парень С головой на плечах Ты бы поставил ему пятерку Конечно Впрочем я ставлю отметки Я догадался Я постараюсь добраться до Райля Как раз завтра будет случай Хайдлэр Хайдлэр Я счастлив Я счастлив, господин Кроссляйтер Что вы меня пригласили Порядки, Пушки Вы здесь желанный гость Здравствуйте А где инженер Райль? Директор должен сейчас быть Где? Здравствуйте Здравствуйте Господин Риолетто Я боялась Как же я мог не прийти Я уже давно не получал более приятного приказа Господин Пушки Заместитель нашей знаменитости Инженера Райля Добрый день Добрый день Господин инженер Я думала, вы уже не придете Я слишком люблю красивых женщин и алкоголь О, господин лейтенант Здравствуйте Господа, познакомьтесь Лейтенант Клосс Инженер Райль Выпьешь? Охотно Спасибо Совсем нет красивых женщин А это что за тип? Дорогие мои У нас в гостях Замечательный специалист По оккультным наукам Профессор Риолетто Выступление которого Увидел в Берлине сам фюрер Господин Риолетто Не ошибается Господин Риолетто Знает множество тайн Из прошлого и будущего А поскольку мы немцы мистики Господин Риолетто Обещал провести парочку Маленьких опытов Шарлатан Видал я таких и в Берлине А пушки Ну по крайней мере в этом мундире Вы выглядите как настоящий мужчина Ну перестаньте хмуриться Нас тут позабавят фокусами Ну это не фокус Это настоящая наука Настоящий прусак Суеверный как африканец Ну познакомьтесь господа Моя правая рука Лейте на анклос Пушка Пушка Великолепно Как вы это сделали? Прошу вас выбрать какую-нибудь карту Подумать и сказать мужу Что вы выбрали Король пик Действительно я выбрала короля пик Да действительно она сказала короля пик Как дети Невероятно Это конечно простые и не сложные трюки Оккультизм занимается проблемами значительно более серьезными Если вы господа хотите Мы на вас рассчитываем Господин Риолетто Вчера бандиты взорвали важные военные объекты Не будете ли вы так любезны Вот именно Мне понадобится какой-нибудь предмет Принадлежащий человеку Который был на месте происшествия Я вам дам Вот удостоверение одного из наших людей Которые погибли Ну Это не просто так Это требует времени Мне что-то мешает Не понимаю Я скажу Тут в этом зале Есть кто-то Кто принимал участие Кто знает Знает наверняка Просто смех Я предпочитаю такие дела доверять полиции Шеф может этот чародей поможет Брунеру Не морочь мне голову Глоубель У меня другие заботы Пусть об этом беспокоится гестапо Пошли Пойдем Пожалуйста не опасайтесь Я больше ничего не скажу Не будем портить себе вечер Загляните ко мне У меня есть хороший коньяк Охотно Ну а теперь До свидания Девушка Вы угадали Если обо мне будут спрашивать Жена нашего вождя Скажите ей что? А Скажите Все что угодно Нашли что-нибудь? Есть улики Видите ли Уничтожение пусковых установок Работа не для сопляков Значит они провели Рекогносировку Добрались до завода Райля На нашей территории действует Шпионская диверсионная группа Таково мнение Берлина Ваша голова Моя голова крепко сидит на плечах Господин Красляйтер Причем без помощи Фокусника Бася, ты чудесная девушка Я понимаю, что ты неохотно принимаешь немцев Но я не занимаюсь политикой Мне все равно Гитлер не Гитлер Я всегда буду заниматься своим делом Выпьем Может потанцуем Охотно Помнишь, я увидел тебя в конторе Ах, хватит с меня этой работы на платформе Дорогая, решено, можешь вовсе не работать Но я хочу работать Может быть у тебя есть какая-нибудь бабка-немка Или какая-нибудь десятая вода на киселе Зачем? Я бы сделал из тебя мою секретаршу Ну скажи мне что-нибудь приятное Ты мне нравишься, Эрвин Вот видишь Эти дамы у Гоэлятера Тебе в подметке не годятся А секретарша у меня кошмарная Ты бы подписала фольскарту? Может и подписала бы Ты очень разумная девушка Надо жить Если бы все поляки были столь же разумны Это танго Ты танцуешь очень быстро Ваша свита, как всегда, безупречна Я бы охотно с вами поговорил Вы ведь не верите в тайные знания? А вы все знаете? Да Инженер Райль говорил слишком громко Скажите ему что-нибудь Переубедите этого неверующего Вас зовут Ганс Клосс Вы слишком трезвы Вы не пили Вы не выпили ни одной рюмки Вас кто-то ждет Кто-то беспокоится Кто? Он не хочет, чтобы я говорил Правда? Нет, пожалуйста Защищайтесь Вы откуда? Из Клапи, да? А да, конечно О, господин Пушке Прошу, прошу к нам Спасибо 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 Хорошего вкуса Что я от вас никогда не ожидал Посылка домой Ну да Вот чем занимаются испытанные немцы Вместо того Извините, чего вы хотели Говорится Чему обязан вашим визитом А вы уже забыли Не бойтесь так, пушки По крайней мере Хоть на некоторое время Перестаньте бояться Надо собрать Как можно больше информации Об этом реалету Вероятнее всего Он агент гестапо Пусть кто-нибудь из ребят Походит за ним Но самым подходящим был казик Но с ним я увижусь Только послезавтра Со мной ты тоже увидишься Только послезавтра Это передай Слишком много этих заданий Можно вас подвезти? Извините, кто вы такой? Мы познакомились на заводе Меня зовут Риолетто Ах, да, действительно Куда? Извините Назовут господин Риолетто Пожалуйста Субтитры сделал DimaTorzok Ты опоздала Я этого не люблю Извини Ты возбуждена? С кем ты виделась? Ревнуешь? Пульковский в моем кабинете Приготовь кофе Я сейчас вернусь Господин доктор, держитесь Мы вас освободим Я не знаю Кто вы такая Кто вас прислал Впрочем, все равно Мне уже ничем нельзя помочь Я должен согласиться Еще только несколько дней Моя жена Понимаете? Где вас держат? В подвале Большого белого здания ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Казик, я пошел на платформу Если кто будет спрашивать То вернусь через час Хорошо Райльд предприятие по производству коробок передач КОНЕЦ 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 ДИНАМИЦ Руки вверх Быстро, быстро Продолжение следует... Продолжение следует... Следствие по этому делу теперь полностью передаётся в гестапо. Это вовсе не значит, что мы будем стоять в стороне. Если ты что-нибудь нащупаешь, Ганс, я буду тебе весьма благодарен. Моё восхищение. Это не шутки, господа. Мы должны найти источник информации. Мы никогда не шутим. Раскрытие их в сети вопрос нескольких дней или часов. У нас великолепный агент. Тадек, дай мне начальника. Добрый день, господин начальник. Так этот состав с пиломатериалами на 1-4? Ну, не знаю, как шеф мне сказал. А этот новый... Хорошо. Я приду. Ну что, не предложишь мне сесть? Пожалуйста. Здесь можно говорить спокойно? Да. Почему вы это делаете? Немцы бывают разные. Есть и такие, которым можно доверять. Но я-то вам не доверяю. А у тебя есть выбор? А у меня выбор. Если я отдам тебе эти зарисовки. Ну? Ну? Ты опоздал на 3 минуты. Там зарисовки принес? У меня есть кое-что получше. Подожди, подожди. Так. Ты, кажется, был прав. Садись. С какой паузы охранник появляется между этими цехами? Он ходит здесь. В какие точно временные промежутки он появляется в просвете между этими цехами? Не знаю. Ну, значит, разведка проведена не полностью. Янек дал нам 3 дня на подготовку этой акции. Слушай, я хотел доложить тебе об успехе. Я завербовал немца, работающего у Райля. Что? За 2 дня? Ну, говори. У тебя 15 минут. Через полчаса здесь будет Янек, а потом Бася. Я хотел бы, в конце концов, познакомиться с этим таинственным Янеком. Закончил? Сколько раз я тебе говорил, что нельзя действовать без моего разрешения? Господи, если мы будем так осторожничать, ты совершил ошибку. Ты разоблачен. Открой. Кто там? Сантехник. Вода протекает на первый этаж. Вода протекает на первый этаж. Ну, теперь поживем немного вместе. Я надеюсь, вам не будет скучно. Обыскать. Наваловую. Что, беспокоишься? Ждешь кого-нибудь? Ну, ничего, подождем вместе. Но я никого не жду. Господа, здесь произошла какая-то ошибка. Ну, что ты. Мы не делаем ошибок. Нет. Впрочем, ты сам убедишься. Через несколько часов ты выложишь все фамилии и адреса твоих друзей. Но я не знаю. Как это? А кто передавал информацию с завода Райля? А? Кто организовал нападение? Оставь, оставь, оставь. Все это и может иметь значение. Ты мне ешь, трюк. Ты у меня еще затанцуешь. Я и так узнаю, кого ты предупредил. Так, ребята, ребята, оставьте. Они нам еще пригодятся. Что случилось? Воловая провалена. Вероятно, засада. Эдвард влип. Как это могло случиться? Не знаю. Могут что-то знать обо мне. Эдвард будет молчать. Надо отменить акцию. Пульковский в отчаянии. Из-за жены. Ты видела Казика? Нет. Надо еще сегодня узнать, что с ним случилось. Хорошо, я пойду. Светимся, как всегда, в мастерской сопочке. Надо любой ценой узнать, откуда у них адрес Эдварда. Как Райль? Лучше не спрашивай. Думаю, Янок, это будет мое последнее дело. Хорошо. Я потом отправлю тебя в отряд. Слишком поздно. Он нас заметил. Я его знаю. Здравствуйте. Вы позволите? Я не знал, что вы знакомы. Но оказывается, лейтенант Кло знает всех интересных женщин в нашем городе. Просто мне везет. Я с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. С сегодняшнего дня я тоже перестаю жаловаться на невезение. Аль Гитлер, без гимнастических упражнений пушки. Я хотел доложить, что разговаривал со штурмбаннфюрером Бруннером. Ну и? Его интересует ваша новая секретарша. Спасибо за лояльность пушки. Молодые красивые женщины интересуют всех. Полигон готов? Почти. Меня не интересует. Почти. Вы сюда прислали для работы. За недоработку я отсылаю на Восточный фронт. 16 апреля в 10 утра я выезжаю с доктором Пульковским на полигон. Прошу приготовить охрану. Слушаюсь. Вы говорили с Пульковским? Кажется, он согласен. Кажется. Он технарь, а значит человек разумный. Ну ладно. А теперь скажите мне, что у вас делал этот фокусник? Я видел его в секретариате. Он тоже интересуется вашей секретаршей. Господин Пушки, я ничего не сказал. Барышня Бася знает многих. Например, лейтенанта Клосса из Абвера. Откуда эта информация? Я слышал, как Риолетто спрашивал барышню Басю о нем. Можете идти. Слушаюсь. Хай, Гитлер! Послушай, Бася. Я не люблю ни с кем делиться. Не понимаю. Прекрасно понимаешь. Если я еще раз услышу про кого-то... Толбит. Продолжение следует... Что, решил притворяться глухим? На что вы еще рассчитываете? Я слушаю. Что вас ко мне привело, господин Пушки? Спасибо, не курю. Дело, с которым я к вам пришел, это... Это трудное. Мы и занимаемся трудными делами. Прошу, садитесь. Я пришел к вам как... Честный немец. Давайте поконкретнее, господин Пушки. Некий Риолетто, фокусник. Он английский шпион. Риолетто? А почему вы не пошли с этим к Врунеру? А может, вы с ним уже говорили? Мне казалось, что в этих делах Абвер или гестапо, это одно и то же. Да, но почему вы пришли именно ко мне? Я все скажу. Именно это и нужно. Прошу. Слушаю. С Брунером я разговаривал вчера и позавчера. Но я не отважился. Я думал, что с вами мне будет легче. И... Со мной не будет легче, Пушки, ясно? Ясно. Ты был агентом Риолетто, да? В 39-м один тип одолжил мне деньги. И тогда явился Риолетто и потребовал взамен определенной информации. Но я... Я не пошел на это. Но что, мне одолжили, я отдал приятелю. У меня был приятель, и он с ним разобрался. Теперь... Теперь снова приехал Риолетто и требует... Чтобы я... Я боюсь. Он меня убьет. Прекрасно. Великолепно. Вы думаете, что это шутки? Вы мне мешаете работать. Нет. Мы только охраняем вашу работу. Я не хочу иметь с этим ничего общего. Глупости. Пульковский сделает дело, и Пульковского надо немедленно ликвидировать. Просто надо, чтобы вы выжили из этого поляка все, что он знает. Ведь вы же обещали ему, что он его жена. Ой, вы наивный рай. Да, еще одно. Где вы познакомились со своей секретаршей? Ее вы оставьте в покое. Ах, я вижу, вы ревнуете. Бася, можно тебя на минутку? Выпьем, Бася. Все это свинство. Садись, Бася, и пиши. Канцелярию фюрера. Совершенно секретно. Докладываю. 16 апреля мы начинаем испытания опытных реактивных двигателей. Написала? Да. Польский инженер, доктор Пульковский. Польский инженер, доктор Пульковский. Я рад, что ты навестил старого друга. Ты не мог бы мне подарить какой-нибудь бутылец из твоих запасов? Весьма охотно. Но ведь ты не за коньяком пришел, а? За твое здоровье. Есть что-нибудь? А у тебя? Ну, может, и есть. Тебя интересует секретарша Райля? Это мелкая добыча. Она не очень интересна. А кто? Тот, на кого она работает. Тот, кто передает информацию о Трайле дальше. Ну, скажи, скажи. Нет, Герман. Надо что-нибудь и себе оставить. Ну, да. Что ты думаешь о нашем друге Пушке? Пушке? У чего он пытался завербовать фокусника Риолетту? Посмотропись, Герман. 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 Янек. Янек. Казика нет дома. Мать ничего о нем не знает. Может, он попал в засаду? Слушай, Райль продиктовал мне донесения Рейхсфюреру. 16 апреля начинаются испытания реактивных двигателей. Пульковский едет с ними на полигон. Хорошо. Это может быть для нас какой-то шанс. Мы должны как можно скорее проверить, кто такой Риолетто. У меня был Пушки и признался в сотрудничестве с этим фокусником, который якобы является агентом английской разведки. А что с ними? Ты думаешь о Казике Эдварде? Они наверняка ничего не сказали. Ты думаешь? Да. В противном случае нас бужи взяли. Руки вверх. Быстрее, Клосс. Быстрее, лицом к машине. А, Клосс, я никогда не ошибаюсь. Ну? Клосс, я не ошибаюсь. Клосс, я не ошибаюсь. Прошу. Я пришел не слишком рано? Вы очень пунктуальны. Прошу. Спасибо. Пунктуальнее, чем остальные ваши гости? Должна вас огорчить, мы будем вдвоем. Вы даже не подозреваете, какую доставили мне радость? Прошу. Спасибо. Но сначала вы должны немного поработать. Я хотела бы узнать что-нибудь о себе. Друзья, прошу вас. Этим занимаются скорее старые дамы. Мне достаточно ладони, глаз. Или иногда какого-нибудь предмета. Какого предмета? Что-нибудь, что вы действительно любите, что для вас ценно. И так все же мы будем не одни. Извините. Молчать. Руки вверх. Ну, господа, я итальянец и оккультист. Я не вмешиваюсь в ваши дела. Но пистолет-то у тебя есть. Ты гестаповский шпик. Переодевайся. Помни, молись, чтобы нам больше не встретиться. Ты шлюха. Говорит, Барбара Речка. Секретарь директора Райля. На мою квартиру напали. Может, успеем перекрыть им дорогу. Сюда. Быстрее. Что вы хотите со мной сделать? Ты будешь ликвидирован за сотрудничество с гестапо. Пошел. Пожалуйста, не убивайте меня. Я хочу говорить с командиром. Интересно, что ты сказал нашему командиру. Не твое дело. Ну, ты, ты, ты. Я с тобой на бурдюшафт не пил. Я бы хотел вас сердечно поблагодарить. Это была чудесная случайность. Мне сообщила, пани Барбара. Садитесь. Спасибо. А теперь скажите мне, пожалуйста, как они выглядели? Кто? Эти бандиты. Мне трудно описать. Я нервничал. Лица, какие-нибудь характерные детали. Не обратил внимания. Чего они хотели? Я думаю, это было обычное бандитское нападение. Вы ошибаетесь. Наверное, я совершил ошибку. У меня был Пушкин. Его признание весьма интересное. Я думаю. Сегодняшнее происшествие, кажется, подтверждает их. Ваш провал памяти... У меня хорошая память. В чем признался Пушкин? Пушкин. Пушкин. Пушкин оказался многолетним агентом английской разведки. А он и с Бруннером говорил? Он говорил только со мной. Надо торопиться. Есть такие пасьянсы, в которых только после того, как карты перевернуты, видно, вышел ли пасьянс. Ну что ж, посмотрим, какие у нас карты. Хорошо. Попробуем сыграть вместе. Пушкин. Это карта Бита. Пульковский. Эта карта, пожалуй, самая важная. Через три дня все закончим. Вы сможете вернуться к жене. Это зависит только от вас. Поднимите шлагбаум. Пушкин. Продолжение следует... Продолжение следует... Что вы наделали? Вы же знаете, что моя жена... Очень жаль, господин доктор. Но вашей жены нет в живых вот уже два месяца. Продолжение следует... В канцелярию фюллера в Берлине. Продолжение следует... Чёрт побери, этот пушки. Я сам руководил операцией, ничего. Ты был прав. Ты был совершенно прав, надо было его брать. Сбежал? В определённом смысле. Совершил самоубийство. А твоя ловушка? Моя ловушка. Моя ловушка остаётся. И на неё вся надежда. Могли бы нас уже и сменить. Иди открой. Здесь живёт господин Каня. Ну, господа, что случилось? У меня посылка для господина Каня. Вот, пожалуйста. Давай сюда. Распишитесь, пожалуйста, я пойду к себе. Ты останешься здесь. Ложись! На русский язык фильм озвучен по заказу общественного российского телевидения. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова